Телеканал КРТ представляет Валерию Цепкава После этого в Минске и ряде других городов Прошли стихийные митинги местной оппозиции Как сообщает правозащитный центр «Весна» Лояльный белорусской оппозиции В ходе несанкционированных митингов Представители правоохранительных органов Республики Беларусь Задержали 303 человека Как минимум отчасти Эти задержания были оправданными Так как на видео с протестов Заметно, что отдельные их участники Устраивали потасовки с правоохранителями На следующий день после протестов Глава Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина Заявила, что несанкционированные акции Были организованы и спланированы Штабами двух политиков Которым было отказано в регистрации Кандидатами на пост президента То есть Виктора Бабарико и Валерия Цепкава Позднее в белорусском МВД Заявили, что митинги Организовывались и координировались через соцсети Итог недомайдана Оказался вполне прозаичным Белорусские суды провели 170 заседаний по материалам В отношении задержанных 51 человек получил административный арест Более 70 человек Штрафы На Западе особой огласки протестам не придавали Разумеется, было дежурное заявление Amnesty International С просьбой отпустить задержанных Но того резонанса, который обычно бывает В подобных случаях, не наблюдалось Новости о протестах в Беларуси Освещались западными СМИ довольно буднично А вот на постсоветском пространстве И особенно в Украине Они произвели настоящий фурор Журналисты стали писать о начале белорусского Майдана А некоторые из них на полном серьезе обращались к экспертам с вопросами вроде Удержится ли Лукашенко у власти? Откровенно говоря, у меня подобная постановка вопроса вызывает смех Да, 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы И да, недавно там прошли протесты против отказа в регистрации условно несистемным кандидатам Но на этом все сходства с Майданом Или иными так называемыми цветными революциями заканчиваются Для их осуществления в Беларуси нет главного Всесильных олигархов, готовых профинансировать подобные действия И контроля частных лиц, то есть все тех же олигархов Над информационным полем страны Зато там есть прочная вертикаль власти И полная подконтрольность силовых структур президенту Это, как правило, становится серьезным препятствием для всякого рода бунтов и революций Белорусская оппозиция – это незначительная прослойка населения Ориентированная на националистические и в меньшей степени либеральные убеждения Усредненный портрет белорусского оппозиционера Очень похож на аналогичный портрет оппозиционера российского Только с национальным колоритом Житель крупного города, имеющий доход выше среднего Зачастую представитель креативных индустрий Или сотрудник компаний, завязанных в своей работе на Запад Например, в сфере информационных технологий Таких людей мало, и они, как говорил классик, страшно далеки от народа А потому организовать с их помощью нечто вроде цветной революции невозможно Я бы даже сказал, что ограниченные и выхолощенные протесты несистемной оппозиции Выгодны Лукашенко Для мобилизации своего консервативно настроенного и ценящего стабильность электората Ему полезно припугнуть последней перспективой белорусского Майдана Вообще, за шесть последних лет Украина, сама того не понимая, создала отличный пример для соседей по постсоветскому пространству Пример, увы, отрицательный Теперь на всякого, кто будет протестовать против действующей власти в Беларуси, Казахстане или России Представители этой самой власти будут указывать пальцем и говорить своим избирателям Посмотрите на них, они хотят, чтобы было как в Украине И этот аргумент из серии «А то будет хуже» будет действовать безотказно Так что я бы не стал серьезно относиться к сообщениям о белорусском Майдане Если только не рассматривать их в контексте предвыборной кампании Лукашенко Впрочем, возможно, настоящая, а не бутафорская попытка Майдана в Беларуси еще впереди Вот, например, что заявила на митинге своих сторонников Зарегистрированная кандидатом в президенты жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская Цитата Разумеется, такое заявление не могло пройти мимо русской службы Би-Би-Си С радостью его процитировавшей Впрочем, кто бы ни цитировал слова белорусских оппозиционеров Отсутствие достаточной поддержки внутри страны это не компенсирует На данный момент наиболее вероятным сценарием остается очередная победа Лукашенко С последующими незначительными протестами, которые быстро улягутся